Здравствуйте! Меня зовут Самойленко Наталья. Все чаще попадаются статьи и сайты, рассказывающие о синей остильбе, о малиновом или пионовом гигантском дереве, о колоновидной груши, сливе или черешне, о вьющейся землянике, которая плетет ваш забор, как девичий виноград. Где же все эти сады, в которых растут такие чудесные растения? И почему я еще ни разу не была в этом раю? Поэтому я нисколько не удивилась, когда наткнулась на описание декоративного кустарника, именуемого как «развесистая клюква». Только подумала, какие нынче аферисты пошли. Мало того, что начитаны, так еще с чувством юмора. Как вы помните, словосочетание «развесистая клюква» появилось на рубеже 19-20 веков. Это было выражение, высмеивающее представление иностранцев и России. Объектом шутки был француз, описывающий, как крестьяне под «развесистой клюквой» пили напиток со странным названием «самовар». В наше время это выражение чаще всего используют журналисты, когда дают рецензию на книгу или фильм, в котором исторические события сильно искажены. Но оказалось, что я не права. И аферисты здесь ни при чем. Более того, мы также продаем «развесистую клюкву». Как многие уже догадались, речь идет о калине обыкновенной. Дело в том, что в английском языке нет аналога слова «калина». Там ее называют «развесистой клюквой» либо «клюквенным деревом». Некое сходство есть. Ягода по цвету и вкусу чем-то напоминает клюкву. Калина относится к семейству адоксовых. Семейство немногочисленное, и самым известным ее представителем до недавнего времени считалось «бузина». Однако еще совсем недавно калину относили к жимолосным, а некоторые систематики выделяли ее в отдельное семейство. Но систематические перипетии нас не очень волнуют. Поэтому давайте вернемся к калине. Если вы ищете кустарник, который издревле культивировал со славянами, калина – то, что вам нужно. Ее природный ареал простирается по всей России, Украине и Белоруссии. Нельзя ее встретить лишь в очень жарких или очень холодных областях. Точечно попадается в Северном и Западном Казахстане, Средней, Малой Азии и даже в Северной Америке. Калина солнцелюбива, но выдерживает и тенистые участки. Как известно, калина очень любит черная тля. И многие, чтобы сократить численность вредителя, намеренно высаживают ее в тень. Однако в тени она не очень сильно плодоносит. Либо не плодоносит вообще. На постсоветском пространстве калину любят. Ее заваривают в чай, делают из нее джем. Очень много рецептов народной медицины, где калина – главный ингредиент. А как она украшает скучные зимние пейзажи? И если бы не тля, этот кустарник чаще встречался бы на наших участках. Пожалуй, только тля может омрачить созерцание калины. Ежегодно она атакует кусты, и мы вынуждены все время быть на чеку. С другой стороны, тля не такой уж страшный зверь, и бороться с ней довольно просто. А кроме тли, и нас с вами калиной больше никто не интересуется. Плюсы этого растения заметно превышают все минусы. А если посмотреть на снежный шар, знаменитый сорт калины бульданеш, или розеум, как ее еще называют, то минус покажется совсем маленьким и незначительным. Посмотрите, какая красота! Аж дух захватывает! И что самое ценное, это долгий период цветения, от месяца до полутора. У вас на участке закончилась волна цветения сирени. До цветения гортензий еще очень далеко. И этот провал заполняет собой калина. Да еще как заполняет! Пускай меня простят заятлые садоводы, но все остальные сорта калины обыкновенной блекнут на фоне этой французской красавицы. Почему французской? Потому что этот сорт приписывает одному из лимуанов. Бульданеш. Это французское слово переводится как снежный шар. Есть, конечно, и другие сорта. Например, желтый и пестрый листвой. Есть даже совсем карликовый. Или сорта с желтыми и оранжевыми ягодами. Но поверьте, ничего лучше видовой калины и ее сорта бульданеш не существует. Калина красива, неприхотлива, быстро растет и декоративна почти весь сезон. А в одном из следующих роликов я расскажу вам об еще одном виде калины, который имеет черные ягоды и почти не повреждается тлей. На этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, и вы будете всегда в курсе всех новостей. Удачи!